Приветствую вас, ну что же, давайте мы разберем ваш вопрос, да, и в первую очередь мне бы хотелось высказать некоторое такое недоумение относительно того, что вы, ну, задаете вопрос, да, вы интересуетесь, значит, ну, спрашиваете, вот, но при этом вы же сами, как бы, говорите о том, что, ну, будете, значит, выбрали себе уже психолога, да, и будете с ним работать, вот, если так, то несколько непонятным для меня выглядит то, что вы, ну, задаете вопрос свой здесь, да, вот тут, тут, вот, потому что вам всяко лучше в любом случае будет свой вопрос задать психологу в, ну, в живом, так скажем, режиме, да, в живом формате, вот, и он, на мой взгляд, сможет ответить вам гораздо лучше, нежели чем мы, да, потому что, ну, нас просто может не быть той, той информации, вот, которая, ну, условно говоря, да, которая вас интересует, потому что мы можем этой информацией не владеть. А как перестать передумывать в последний момент? Бежите вы, да? Передумывание в последний момент связаны с избегающим типом, то есть, вот, на мой взгляд, вы здесь демонстрируете избегание, вот, вы демонстрируете, на мой взгляд, тенденцию к тому, чтобы, значит, ну, испытывать какой-то страх, перед принятием решений, например, вот, то есть, ну, вы можете просто вот элементарно бояться решений, бояться ошибки, вот, бояться ответственности, можете, тоже, вот, потому что за этим могут быть какие-то, ну, какие-то негативные последствия в общем и в целом, вот, которые вам, ну, просто не хочется допускать, допускать, вот, и, соответственно, вы пытаетесь этого избежать, вот, то есть, ну, про избегающий тип личности вы можете посмотреть, вот. Ну, естественно, это может быть не единственный вариант, да, это может быть не единственное такое, вот, мотивирующее звено в вашем поведении, вот, а могут быть и другие, естественно, естественно, могут быть и другие звено, вот, просто, ну, это самое очевидное. Крайне часто в моей жизни происходит ситуации, когда последний момент мои чувства и желания меняются на противоположие. Ну, это говорит о разных потребностях ваших, вот, и, как я думаю, это свидетельствует, ну, свидетельствует также о том, что вы, вероятно, ну, просто, вот, несколько, знаете, не замечаете, изменений, которые у вас происходят на эмоциональном уровне, вот, ну, то есть, вы можете просто не замечать этих изменений, не замечать этих перемен, вот, и, соответственно, вы можете замечать это только, когда, вот, оно уже достигнет, ну, какого-то, какой-то интенсивности, вот. Вот, но, в чаще всего, я думаю, что вы, попросту, вот, не учитываете, вы не учитываете, так скажем, так скажем, какие-то свои потребности, на мой взгляд, да? То есть, вот, на мой взгляд, вы на некоторые потребности, да, на какую-то часть своих потребностей, вы просто, значит, не смотрите, вот, то есть, игнорируете, вот. Вот, и, они, вот, у вас, значит, усиливаются, да, ну, ну, вот, в силу того, что, ну, значит, есть какая-то, вот, неудовлетворенность. И, значит, под конец оказывает уже довольно серьезное значение и влияние, значит, для вас и на вас. Перед устройством на нынешнюю работу я испытал сопротивление и нежелание ввязываться в это в день подписания договора. Ну, это, может быть, связано с тем, что вы ищите, ищите для себя какой-то, вот, такой, знаете, идеальный вариант. То есть, вы ищите для себя какую-то такую, идеальную, может быть, возможность, да, вот. То есть, ну, хотите, чтобы вот, чтобы все было идеально. И, вот, любая идеальность, да, она, она вас, как-то вот, что называется, ну, отталкивает, да, ну, отталкивает назад. А, по моему мнению, это вот, это, это так, по моему, ну, по моему мнению, отталкивает. То есть, тут могут быть варианты, вот, могут быть какие-то, значит, ну, оттенки, вот. О которых, значит, мы можем просто, ну, просто не знать, сейчас. Вот, поэтому, прощу вас, значит, как-то вот этот момент учитывать. Дальше. Переборол, вроде бы все нормально работал, сидел в ситуация похожая. Я решил расстаться в сторону, изначально я в отношениях ходил с сомнением, вот. Ну, а для чего вы ходили в эти отношения тогда, если вы, значит, сомневались, да? Либо, ну, какие-то страхи у вас имеют место быть. Либо некие потребности ваши, так скажем, неудивлетворенные, ну, были, да? В отношения, вот, когда вы, ну, что-то выступали, ну, в отношениях, вот. То есть, нужно, как-то вот несколько, на мой взгляд, подробнее рассмотреть то, значит, с одной стороны, для чего вы вступали в отношения, да? То есть, ну, чего вы хотели, с одной стороны, и с другой стороны, что вас останавливало, да? Потому что, ну, сейчас это выглядит, вот, таким образом, что вы просто часть своих сопровенностей, да? Часть своих желаний, вот, попросту не учитываете. Вот, вот, сейчас это выглядит, ну, к сожалению, вот, таким образом. Ну, естественно, могут быть и какие-то другие варианты. Мне он внешне не совсем устраивался. Его поведение меня сейчас становило кринж. Да, ну, вот, тем не менее, все равно вы, несмотря на это, да, все равно с ним в отношениях, вот, значит, находились, вот, что говорит о том, что вам этого хотелось. Ну, для чего-то, вот, то есть, какую-то свою потребность вы пытались тут реализовать, вот. Значит, это что? Нужно постараться понять, что это за потребность, вот, что она из себя представляет, вот. И, я думаю, со мной не уйдут. А, дальше, значит, сначала все было хорошо, потому что эффектно везли, но постепенно он больше меня начал раздражать. А вот, тоже, тоже, хотелось бы, ну, узнать, хотелось бы понять, а вы, вот, ну, на каких основаниях отношения начали вы справились? То есть, ну, что общего, вот, между вами было, когда вы, вот, ну, стали, вот, ну, взаимодействовать друг с другом? То есть, ну, понятно, что он вам, ну, не нравился, да, понятно, что вас человек, человек не устраивал, да, это понятно. Но, тем не менее, вы же для чего-то все-таки в отношениях с ним, ну, вступили, да, вы же все-таки начали с ним сближение, вот. Значит, на почве чего это произошло. Вот, постепенно он стал меня раздражать, ну, да, да, если вы изначально выбрали человека, который вам не по душе, а если еще человек, который как-то отражает ваши какие-то проявления, да, вот, то это вот показывает, на мой взгляд, то, как вы к себе сами относитесь, вот, ну, на мой взгляд. То есть, если вы, значит, ну, как-то, как-то вот в себе не уверены, да, если вы себе отвергаете, то вот просто, ну, просто, ну, это заинтересует, наверное, а это не более externally, к большому фажелению, вот. Дальше. Так, ничего плохого не делал, хороший добрый барин, ну вы же сами пишите, что дышит его фришка, как он разговаривает, чистит зубы, двигается его неуверенностью с кругозором, то есть вот это что-то, что вы сами в себе пытаетесь побороть, что-то, что вы сами в себе пытаетесь исправить, искоренить, убрать очевидно. И вот это замечает, в другом человеке, в данном случае. Так, значит, хотел расцваться, было противно находиться рядом, поэтому заметил, что я охладел, заставил признаться, что не люблю еще квартиру, ну заставил, 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 это вы, пожалуй, перекладываете ответственность, да, никто вас заставить не может, вы, как мне кажется, вы можете только самостоятельно, да, решение принять, вот. Мы много разговаривали, искали возможные причины, ну, и просьбы перечислили причину, вот. Одна из них, кстати, мне не хватало личного пространства, то есть два слабых личной границы, а он постоянно прилипал. А, интересно, вот, то, что вы выбрали такого человека, что к вам прилипал, это случайно? Вот, но все равно я был уверен, если хочу расцваться, нашла квартиру, договорили завтра доехать, но вчера я проснулся с мужчиной, что его люблю, он самый лучший. Это что, защита психики от изменений? Нет, это, скорее, защита от принятия решений, вот. И это, как я бы хотел сказать, проявление других потребностей, которые вы игнорируете, вот. Или, что он единственный близкий человек, с которым я общаюсь на постоянной основе, психика защищает себя от боли. А какой боли? Боли от чего? Вы не принимаете сами себя, вам тяжело с собой, да? В предыдущих отношениях было 5 лет, ушла, хотя скорее сбежала, из одних отношений в нынешние хотела расчивать, но не было личных опор человека, ну, да. Вот, ну что же, вы поменяли одно на другое, в данном случае человек, получается, для вас тоже опора. А почему не было личных опор, интересно. Вот. Вот вы пишите, что в нынешнем партнере очень много чат, которые я себе не люблю. Говорите вы. А что если эти черты как раз таки и являются вами, ну, то есть это и есть вы, только вы это в себе отвергают? Ведь, понимаете, какая-то, ну, неприятельность, да, к чему-то. Вот. Ага. Не возникает на ровное место. Вот. Так что... На мой взгляд, тут нужно немножечко, ну, поисследовать, да, поподробнее. Чуть-чуть, чуть-чуть. Как, ну, формируется, вот, ваше, ну, ваше отношение к, например, себе, да. И как формируется ваше отношение к другому человеку. Так. Эмммм. Дальше. Эмммм. Значит, в родительской семье все было не очень. Отец алкоголик до моих семей лет алкоголь, потом ударился в религию, терроризирует всю семью. Мама, соответственно, созависимая. Ну, значит, и вы играете, наверное, в случае склонности к созависимости. Я понимаю, что вы был человек-человек, который не принесет мне ее, ее, это что, семью? Если вам нужна семья, то нужно разбираться с тем, что она для вас значит и как вы можете самостоятельно реализовать то, что вам хочется в ней получить. Вот. Он мне не особо, он мне не особо нравится, я не боюсь его подарить, но я не понимаю, что мне делать сейчас, что делать, чтобы что. Я же вряд ли смогу его когда-то полюбить как равного себе. Ну, наверное, сначала нужно развить любовь к себе, а потом смотреть на то, чтобы любить кого-то. Вот. Поэтому, мне кажется, вы несколько неверно ставите вопрос свой. Вот. И насчет, что делать, да? Да? Точно, что делать, чтобы что? Вот. Мне кажется, еще здесь, помимо всего, что вы описали, есть такой элемент, как то, что вы себя, ну, это проглочит немножко, может быть, неприятно, то, что вы себя не верите, как бы. То есть, то есть, то есть, вы считаете, что одна вы ничем не справитесь, вот. Ну, просто не справитесь одна. Вот. 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 То есть, вам нужно обязательно кто-то. Кто-то. Ага. Ага. А, чтобы вот, ну, как-то вот по жизни идти, а, более уверен. И мне кажется, что вот отсюда ваше переживание. Может быть, завышенные требования к себе из-за отца, да? Может быть, что-то еще. Надо разбираться. Понимаете, здесь, а, задача не в том, а, чтобы, как вам сказать, перестать, а, передумывать. А задача в том, чтобы постараться увидеть, какая потребность за этим стоит. Вот. Понимаете? И ее реализовать. А, вот. И таким образом, да, получить для себя, ну, возможность быть более удовлетворенной, вероятно, Понимаете, да, Ух, ну, на этом все, всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью вам, она пригодится.